Стримлю вроде бы здесь, если пропаду, ищите здесь, а тут можно поделиться деньгами. Разблокируют ячейку технологии на платформе. Первая постройка в каждом контракте будет доступна бесплатно. Ебать, апгрейды платформы жесткие. Открывают доступ к найму опытных рабочих. Стартовые технологии. Вы можете выбрать любую из доступных технологий, доступ к которому у вас будет сначала контракт. А чтобы разблокировать новые стартовые технологии, надо проходить квалификации. Так-то много всяких приколов и стартовых. Мне кажется, ракетные вышки очень хорошие. Спасибо за хороший стрим. Пойду спать. Удачного стрима. Давай. Доброй ночи. Я еще дронов ни разу не пробовал никаких, кстати. Блин, штука на дальность, мне кажется, очень хороша. Можно ее даже прилокнуть. Не, не хочу пулемет. Еще и превратится геймплей везде в одинаковый процесс. Развлевает менять приоритет переноса руды переносчикам. Чтобы повысить приоритет блока руды, щелкните по нему мышью. Чтобы никто не забирал этот блок, щелкните по нему еще раз. Это бывает полезно, если блок находится в опасном месте. Ну, меты здесь много, на самом деле. Вот у меня на уровне сложности новичок открылся новый контракт. Но, в принципе, его нет смысла проходить, да? Потому что вот эта награда, она всегда фиксированная. То есть, по сути, как бы планеты отличаются по названиям и по текстурам. Но, по сути, это все то же самое. Я, например, могу играть на мастере ядра. Где хорошая награда. И здесь выполнять же квалификации. А, нифига там, в какой-то момент придется тебе сложность поднимать, если хочешь новые анлоки. Лечь одного случайного рабочего раз в 20 секунд. С каждой постройкой такого типа действует отдельно. Хуйня какая-то. Если есть пассивный регент, то это не имеет смысла. Постройка выпускает дроны, которые ищут и атакуют ваших врагов. С каждой постройкой вам доступен один дрон больше. Столько разных дронов. Создает луч, блокирующий врагов, пока они не разрушат его. Каждое утро луч заряжается заново. Ну, что-то забавно. Под какими дробовиками, либо что-нибудь такое. Давайте смотреть ледяную планету. В чем здесь будут приколы, интересно. Прослежу, что мы не зря спешили. Преалитетная область. Я готов. Какой-то ледяной блок. Какая-то метель. Раз, ёбам. Думаю, наверное, всё-таки надо ставить и пулемёт, и пушку. Потому что пушка сама по себе просто дороже. Здесь мавы другие, да? Но только визуально, как минимум. Не думаю, что сейчас стоит брать усилитель орудий. Начинается новый день. Работает, поражает. Дайте уже готового. Это, короче, блок, который замедляет юниты, видимо. Мне платят за воду, а не за часы. Возможно, скорость бурения тоже замедляется. Преалитетный сектор, уже иду. Уятенка. Дрилл кипер видел, да. В их листе висит. Но он ещё не вышел уже. Да? Ебать, это что такое? А, это мобы замёрзшие. Если их вовремя не выкопать, то рождается моб. Дневная способность позволяет отправлять дрон на сбор добытых ресурсов. Скажешь такой... Давайте попробуем. Сборщика. Прикольно, прикольно. Успеем его сломать. Съёбом. Он замёрз обратно. Прикольно, он ещё и замёрзнуть может. Прикольно. Прикольно. Солнце вышло, пора за работу. Так. Считайте уже готово. На носильщиках мы, по идее, сможем сэкономить немного в этом ране, если у меня будет дроны, которые собирают лут. Сколько эта штука стоит там? Дрон на сбор добытых ресурсов. Количество дронов увеличивается на один. Время восстановления 55 секунд. Ну раз в минуту, условно. Так, вот эту хуйню надо сломать, пока она не ожила снова. А-а-а! Никуя ебёт! Ебать, очень опасные мобы. Шахты! Я иду! Кого съели вообще? Бурильщика вроде. Чем больше минерал, тем больше мой бонус. Готов копать! М-м-м. Не хочу пока это ставить. Почему он не стал декапывать? Чё-то, что-то там приоритет есть. Куда вы? Вот, шо с ними? Мне платил эту жалобу. Они же часы. Прекратить всю работу. Нажать на платформу. Есть, мэм. Брюст! М-м. 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 короче мы бы как будто такие же просто текстура другая устану прикольно доброе сначала рую здесь чем больше минерал тем больше проверим тоже по через дронов так скорость атаки повышает на базу на базу и пришел к ней написано сколько ускорять восстановление это сейчас будет полезно очень это на будущее лазер хорошо подрезает близится снежная буря видимости скорость рабочих будет снижены но главное обвалов нет пока никаких мы кстати походу все выкопали еще мне место кончилось на платформах чем больше минерал тем больше мой бонус троечка стоит не могу мне как повесить кнопки для дневных способностей эти способности работают только днем чтобы активировать их нажимаете клавишу показанную внизу это первый раз я получил получил а дром просто активируется он сам летит быстро и все они потом урезу могут взять а урона то хватит сейчас ебать какие-то бронированные которых надо мультихитом пробивать окей мабы не только визуально отличаются это прям фул новые с такой механика до этого никого не было и они меня не будут из-за этого прям нормально так и будто это неожиданно ну блин дроны конечно забавно но к сожалению не полностью не вытесняют этих чуваков мужчины внимание бурение начнется завтра утром немедленно возвращайтесь на платформу они сейчас могут ебало сломать очень уверенно так давайте одного стрелка сделаем что помогал хоть как то если сейчас снова бронированные чуваки пойдут они наверно пойдут что будет прям неприятно да надо было наверно дронов сломать и и пушку купить ну или улучшить ужаско уже утро давайте убить как можно больше считайте уже готово что такое новый гейзер ледяной гейзер ледяной гейзер будет хитовые ганы тоже каком-нибудь яд наверно тоже очень хорош здесь бля хуятинка выскочила не отречил ее и здесь тоже не заметил блю и стрелки справляются много резов есть вообще пока червь там снизу ползет я могу здесь еще побрить главное поставить что-то уже на атаку блять было бы хоть что-то нормальное у меня конечно было бы здорово надо красное везде красное надо черт пока опять снизу черт пока опять снизу в принципе можно качнуть тогда что-нибудь на базу и ну один моб вообще в пол бе щита дошел ну да мне конечно не хватает нормального оружия сейчас жестко на базовых пушках далеко не уедешь ну ну лазеры появится будет хорошо дурка 50 процентов нужно действовать прямо сейчас блин они еще так быстро стрелять на чеха нают вот эти вообще там находится и стреляют ватафак прикольный моб конечно коллеги доброе утро пора работать ммм что это за блок пора рыч блок который замораживает всех еще и урон наносит да а бля отхил появится только со следующей лабы и 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 в и нет ника свечи как мало не дрон еще есть который способный рез собирать скорее бурильщиков слишком много защитный долг активная дневная способность защищает выбранных рабочих в течение четырех секунд каждая постройка такого типа в шайдрис незащиты на 2 секунды ладно вы насти пробудились на них заморозится ой 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 вот есть раскопать и нет 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 здесь так надо 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 урон надеюсь поможет приоритетная область я готов нужно выполнить они замораживаются видимо с наступлением ночи на еще одну лазерную штуку не хватает одного красного ресурса ну опять пулемет ставим куль поделать здесь лазер 4 снимает ого какой-то новый моп взрывающийся турели замораживаю да 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 вроде сильно лучше прошли чем до этого полярная ночь новые способности будут недоступны а ночные способности это блять ужасно то что нам не будут доступны и ночные способности так вот сюда летим ломаем мобов пока можем это минус ускорение минус ринжа блять это очень плохо нет я не могу переключить фабрику на красный это качается мета прогрессии блять разъебали щелок и кэшбэк тонн кипер лайк дели и с сэр здоровах и фокс прикольная игруха так ну можем ресурсов сейчас много поднять из этих рыбок еще и не дают красным ресурсу очень неприятно о гранатомет может быть прикольным и пулемет может быть прикольным но я сейчас буду без ночной способности возьму гранатомет не знаю на что я рассчитывал сейчас если честно по-моему по-моему я въебал всех своих сотрудников здесь так гранатомет давайте вместо одного пулемета он требует на один больше сука потраченных ресурсов жаль бля зачем мне делать ничего не могу сделать я могу призвать двух охранников которые тоже будут стрелять насчет этой лажа какая-то я могу накачать просто по стройке ну это такая хуйня а подожди на этой волне я все еще могу юзать способности это видимо только на следующую прогрели меня блин это жесткая обманочка мы все еще здесь ускоряем вот гаденыш так сюда 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 да нахуя вы туда идете блин а почему не можешь просто сверху встать нахуй я уже один блок пометил пизда челом всем ловушки просто ебут я случайно дронов призвал я здесь чтобы увеличить доходы компании пиздец откуда еще моб появился он понял охрана откуда этот то взялся очень много рез потеряли понял вас понял снаряжение готовы завориваемся так этим просто собирать пока нечего доходы нахуй я здесь чтобы увеличить доходы компании очень плохой день не медленно возвращайтесь на платформу К сожалению, очень плохой день. Я очень много потерял рессов. Я еще теперь без способностей. Ну уж хуй знает, получится это вообще пережить или нет. Возможно, вот это все дособирать не стоит и надо съебывать отсюда. Тут неплохой апгрейд. Ну не, без способностей прям очень тяжко. Начинается новый день. Рабочие, пора в шоке. Вшелюсь, запачкать рук. Я отхил, вроде у меня все еще никакого тоже нет, да? Че это за блок? Блять, потрясающе, нахуй. Блок, который все вокруг нахуй убивает. Бурильщик на месте, какие инструкции? Прослежу, что мы не зря спешили. Я первый раз не успел его запомнить. Если внизу есть труда, я ее найду. Рессов еще много. Прослежу, что мы не зря спешили. Прослежу, что мы не зря спешили. Че надо все забрать отсюда. Остановите работу и идите на платформу. Ну, я хозяин, наверное, здесь уже не переживаю. Я в последние две волны пытался восстановить просто то, что у меня есть. С того, какая паника в забеге происходит, не успеваешь думать нормально. Поэтому и блок два раза сломал. В метро не пейся в протажах. Это неочетная тревога. Принесите, я срочно. Команда, доброе утро. Пару возвращаться к работе. Дрончики полетели. Не могли бы они резцы принести? Там черепь катается, который пиздит всех. Команда, это кайф. КП у всех тоже в пизде. Кайдроны. Мы собрали достаточно угля. Начинаем бурить на рассвете. Всему персоналу уйти с мест. Кайф. 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 Мать, кнопок жать надо. Но тут мобы такие, которые на ухит не позволят дальше играть, к сожалению. А хилиться я не умею. Эти камни помогут мне заработать на жизнь. Думаю, скорость рабочих снижена. Надеюсь, эта хуйня не падает. Вроде не падает. У меня появились какие-то ганы нормальные или нет? Гранатомет, да? Попробуем гранатомет. Я не успел дронов выпустить. Еще бы смог что-то поставить. Построить тоже нечего. Гранатомет вроде прикольный такой. Или отробовик? 98 кп. 188. Прошел довольно хорошо. Пора в шахте! Считайте уже готово. Блять, этот блок... Обязывает его сломать, чтобы забрать руду. Наверное, можно... Но, скорее всего, просто замораживает. Но из-за того, что замороженный чел падал, он убивал другого чела. Я думаю, в этом прикол. Про прокачку забываешь, это вообще мощно. О, нет. Стой, стой, стой. Сюда. Я могу одного кого-то направить туда, бурить? Пизда. А, нет. На него не работает это. А, неважно, короче. Если они замораживаются, они уже превращаются в глыбу. И просто умирают от падения. Возможно, если, короче, они не будут падать со высоты, тогда они выживают. И, может быть, они друг друга не давят. Может быть. Так. Бля, гранатомет такой дорогой. Мне бы где-то найти еще... Надо, короче, уже качать по метапрогрессии, чтобы можно было... По метапрогрессии, чтобы можно было красные ресурсы добывать. На ледяной планете прямо ощутимо. Ну, мы можем теперь забрать эту хуйню. Так, у меня есть кэшбэк, конечно. Мне платят за руду, а не за часы. Мурильщик на месте! Какие устроены... Внимание! Нашла на ночь! За одну штуку два заплатил. Ну, на самом деле, больше, чем два. Это не надо докапывать. Больше, чем два, потому что я потерял еще время. Мне кажется, если я поставлю... Лазер тоже двойку требует. Это печально. Хороший апгрейд. И эта штука, вроде же, никого не подморозила. А, вот эта сейчас подморозит. Ну, вроде, не сильно страшно. 180, РТП. Солнце вышло! Пора заработать! Жизнь на сопельках, на капельках просто. Надо найти где-то красный рез. Окей, один есть. Один-то хорошо, надо еще один. Минимум. Окей. Мне нравится. В шахты, сияй и дол. Мне прож到 зелену до часы. Как будто пушка здесь вообще прям не очень хороша, потому что он будет чуть-чуть и попадать. Еще один виномет бахнут. Реактивных способностей это конечно лютая тема. Честно сказать. КП 119. Возможно это финальная волна моя. 77. Я просто кусочки урона получаю нон-стопом. Маленькие. Бля, я две пушки поставил, а этого не хватило. Эх, сука, чуть-чуть не хватило. Я почти съебался, почти съебался с этой глубины. Вот это много урона, который невозможно блощить из-за всяких плевак. Нормально, кстати, дали реза все равно. Первый луз. Неудачи это тоже результат, менеджер. Неудачи случаются особенно в нашем бизнесе. Провал не повод для расстройства, отличная возможность узнать, что именно пошло не так, а почему рабочие больше не хотят вам звонить. Конечно, потерять платформу неприятно, но не переживайте, у нас еще много таких. Мы с удовольствием отправим новую, как только вы будете готовы. Помните, что даже падение это просто ускорение на пути к следующему контракту. Кстати, теперь вы точно знаете, что улучшение не просто украшение в интерфейсе. Окей. Но на этой сложности прям прикольно было. На ледяной планете. Можно со старта взять, не знаю, какую-то ебнутую пушку сильную. Отравитель, по идее, очень хорош. Если яд снимает броню, а он скорее всего должен. Давайте попробуем. Интересно, мне позволит его бесплатно построить или нет? Или только первые две стартовых пушки строятся бесплатно? Мы приземлились. Начинаем. Запрос одобрен. Декан. Есть декан. Да, любую пушку можно бесплатно поставить на старте. Это очень хорошо. Я иду. Иду в особо ценную зону. Жму ровно кинет. В этом ядри. Золотая звезда. подписку купить этого не стоит ксенионе но этого не стоит здорово спасибо спасибо большое за донат для кстати лазер заебись let's go два отравителя наверно не лучший старт для первой волны ну и пофиг я уж так сделал опять что-то взрывается один пулемет был бы лучше бля но пулемет дешевле вроде чем отравитель давайте здесь пока покопаем я куркипер планирую постримить как-нибудь а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не стоит на Метроидвании. Не столько на Метроидвании не стоит, как на Nine Souls не стоит. Я бы из Метроидвании, наверное, к Силванию на геймбое прошел с кайфом. Продолжение следует... Но она больше воспринимается как вообще игра на прохождение, чем реально рогалик с вот этими всеми миссиями. Окей. Какие-то вещей, которые бы раздражали как-то или еще что-то, пока нет. Как я возьму насильщика, пусть у меня нету места. Чем больше минерал, тем больше мой бонус. Привет тебе, наверное, тебя сегодня много кто похвалил. Поэтому пошел ты. Спасибо за контент и за детство, отец. Пожалуйста, бутчер. Пожалуйста, бутчер. Пожалуйста, бутчер. Доставщик готов. Команда, уже почти ночь. Заступаю. Остановите работу и идите на платформу. Не прикольно, что вот эти всякие установки и прочее хуярит от себя, а не от ядра? Коллеги, доброе утро, пора работать. Не боюсь запачкать рук. Бля, я бы эту штуку думал на самом деле. Ну, будем уже это брать. Бригад, есть бригад. Бригад, есть бригад. Интересно, а это считается пулеметом? Наверное, нет. Да, видимо, здесь действительно не очень хорошая была. Бригад, я бы эту тресов таскать и таскать еще. Не медленно идите на платформу. У меня никогда в жизни так много носильщиков не было. Абония, в жизни. Сейчас я иду. Сейчас я иду. Солнце вышло, пора за работу. Дрог, держитесь, камни и минералы. Сейчас бы троны каким-нибудь не помешали бы. Было бы здорово, если бы эти все ресурсы собирались, если ты уезжаешь на следующую локу, но это, наверное, было бы слишком умбово. Все, пепечил просто. Вообще, можем качнуть скорость. Все пойдет гораздо лучше. Ссылки в описании, перейти и подписаться на быстро. Не знаю, какой еще совет дай. На этот счет. Интересно попробовать эту штуку. Уступает ночь. Ого. Вот это выглядит прикольно. Прям то, что надо. Проверьте защиту зоны и идите на базу. До встречи. Девочка. Девка. 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 Я думаю, это можно оставить. Там, конечно, один из апгрейдов, но ничего страшного. Времени много заставим зато. Посмотрим, как мины работают, надо куда-то их поставить. Оп, у тебя получилось, поздравляю. Спасибо за подписку, добро пожаловать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я готов! Иду в группу в особо ценную зону в уровне КНС. Преолитетный сектор, уже иду! Проверьте защиту зоны и идите на базу! У меня ничего хорошего ОЕшного нет, да? Было написано, что эта штука работает хорошо в нижней части ствола. Посмотрим. Ну, как будто когда настолько низко, тогда не очень хорошо. Они прям слишком низко появляются. Ну, хотя что-то взрывается вроде. Но пушка забавная. Урон хороший очень. Наступило утро! Возвращайтесь к работе! Считайте, уже готово! Издатель, ребят, издатель... Ээээ... Блять, опять забыл, как издатели софт. Которые разработчики No Time To Explain. Мне платят за воду, а не за часы. Ну-ка, а если я вот сейчас пробурю это, они умрут? Окей, теперь всё нормально. Ээээ... Чё мне надо сделать? Лабу вторую. В общем, бурение. И... Чем больше твой был... Эээ... но мины забавные настолько низко их ставить не стоит бля пиздаем а он только он только головой убивает ладно не так страшно но это пиздец это минус 3 что-то я расслабился спасибо и двоих зацепил мне так не нравится мои минус снизу экрана вообще жесть они слишком много меня по ебалу заставляет получать тяжко тяжко идет тяжко стоп что-то я уже сильно довольно темп ебал я здесь чтобы увеличить доходы компании по-своему по-своему апгрейд не дотащили здесь наши четыре пушки можно поставить даже здесь мины типа норм у них походу кап какой то есть данное количество одновременных мин еще прямо снести эту ногу хуйню а что я туда поставлю сейчас когда быча поставить хорошее тогда в принципе просто просто посмотрите на это это калище тем временем справляемся неплохо нет стоп вот например лазерное орудие можно взять откуда эта рыба взялась я че вроде перебивает ее все больше никаких неожиданных рыб не будет этот идиот чуть нахуй не превратился в лыжку так не бафать забываю чуваку вроде да я давно не бафал волоск и лед так точно ломаем здесь мину ставим здесь лазер здесь ставим еще один яд и пулемет поехали и 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 8 и 2 следующий апгрейд набор ох дорого как блин крейт зачетная чем меняется от количества скажет такой постройкой личность усиления повышается на 2 секунды когда долги очень у меня Ответы важны, я ответил к новым. Наследующая волна, и выезжаем отсюда. Вот это забираем, потом уезжаем Слишком много ресов там лежит Чтоб сейчас центр нажимать А, бля, ночные способности недоступны Ёбанарод Это может быть очень опасно Думаю, могу даже квадратик снять, если честно Я без обилок, как без рук Ну да Интересно, тут есть какой-то боссы, отличаются ли они? Я на первоочередном участке Такой звук был, как будто кто-то умер Стало ли ради этого всего задерживаться? Не знаю Мы собрали достаточно угля Начинаем бурить на рассвете Ну, первый босса я увидел Я убивал его Чё, всё? Вся ресурс собрали вроде Всему персоналу вернуться на платформу Надо было уезжать Ещё на прошлой волне Ну, я сейчас должен быть сильно сильнее Сильно сильнее Хотя бомбы всё ещё такие себе, если честно Проступило утро Возвращение к работе Не боюсь запачкать рук Не боюсь запачкать рук Не боюсь запачкать рук Эти камни помогут мне заработать на жизнь Ещё кусочек руды надо Как дела? Нормально, Санёк Спасибо за донат У тебя как? Здесь тоже всё good Спасибо за донат большое Лопасть отмечена Её нужно пробувить Шахты Я иду Иду в особо ценную зону Сбором на конец Начинается ночь Не надо ночь Ясно Понял Бля Червяка нету А я Отзываю Возможно Мне пизда На этой волне Я вообще почти ничего не вложил В силу По правой стороне Сильно проходит Окей Прочерем Команда Доброе утро Пора возвращаться К работе Область отмечена Её нужно пробурить Блин, это же со скоростью бурения Чё-то как-то Не то, чтобы очень быстро буриться Это блок генерирует Снег Вступаю Реалитетная зона Считайте уже за слово Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Яд не снимает барьер Отвратительно Я только сейчас это заметил Тогда яд это вообще не та пушка, которую надо брать на ледяную планету Вот лазер хорошо снимает Миниган нужен, да Кто же знал, что яд не снимает Пришли ночь, пора рыть Начинаю проходку Шахты, я иду Если можно это сейчас сломать Прослежу, что мы не зря спешили Это учитывая какая-то Какую хуйню создает этот блок Блядь, не успел сломать, реально А у меня только один стрелок Ай, блядь Это очень плохо П вроде у него не прокачалось Ну то есть оно добавилось, наверное, максимально, но Охуеть Лютый мопчик Не зря спешили Иду Пособо джин Зону сбору Блядь, щит готов заступать на службу Если внизу есть труда, я ее найду Иду туда Плюс метель, минус обзор Начинаю снимать Мне не успеть это сломать Надо съевываться Блядь, а потом эта штука Рестница в начале next волны И будет грызть меня Наверное Что поделать Тут у меня все заставлено Интересно, как дальность работает на мины А, нет, у меня тут не все заставлено Я нам сделал Ушка была бы лучше Ну хотя, может, не лучше Так, один уголь есть Ах ты, я иду Давайте вот этого сразу выкопайте Пока он не вылез и не съел меня Мне платят За роду, а не за часы Наступаю Понял, займусь этим камнем сейчас Держитесь, камни и минералы Ммм, нифига там Вкусненький апгрейд есть, конечно Но я как будто не могу сейчас так ресурсами сорить Возможно, этот лазер сломает моба Ох, блядь, как тяжело копать С пайланки какой-то начался, честно говоря У меня, по-моему, все ящики уже заняты Стоится, блядь, разделитель Уголь Можем уезжать на следующей волне Мне кажется, куча дробовиков Это укра-бэнгер Потому что мы нажимаем кнопочку 2 И у них хорошая рейнджа А потом еще их бафаем на скорость атаки И они делают драки Ну или их замораживает штука Ну, левая сторона хорошо почистилась под дробовиками А вот правая Ну что, правую сейчас доедим Тут лазер есть, который лоу-капешные цели доедает хорошо Близится полярная ночь Ночные способности будут недоступны Иначе пора съебывать Без ночных способностей я точно проиграю А, я правда все равно вроде должен каким-то образом отстоять эту волну Я сейчас должен забрать уголь После этого заряжу только бурение Бля, очень опасно Ситуация... Ситуация очень плохая Ээээ Их жрут Минус 2 Как, блядь, я не успел его раскопать? Вопрос хороший Блядь, да чё за хуйня? Как они успевают вылупиться? Это полный пиздец Идиотия какая-то По-моему, я въебал забег сейчас Два бурильщика осталось Мне нужно мои кристаллы тратить Блядь, а я без ночных способностей не пройду Это никак, вообще, просто без шансов Ой Чё за хуйня? Мне ещё нравится распределение пушек Потому что здесь одна на правой стороне Здесь одна на правой стороне Реалитетная зона Считайте, уже готова Что за пиздой с этими акулами? Реалитетная зона Считайте, уже готова Внимание, настана ночь Хорош, чел Всем укрыться в безопасном месте Или подожди, это на следующую только будет, да? Окей, не, мы живём Это будет только на следующую А следующую волну мы не хуярим Я буду убегать Жизнь, лазер далеко стреляет Но я без способностей просто не могу жить никак Я с способностями-то Не то чтобы прям супер хорошо живу Ура Давайте покопаем немного меты Шахты есть, я иду Готов копать Эти камни помогут мне заработать на жизнь Уже иду Приоритетная зона Уже иду А пофига? Понял Займущики прямо сейчас Мы вышли на нужную глубину Скоро произойдёт слияние ядер Проследуйте к месту эвакуации Такая ледяная планета даёт, конечно, просраться На самом деле просто Мне кажется, подвох оказался в том, что Едовитые пушки не снимают чит Ну и дебаф, который отключает Активки очень сильные Ой, а я не считал, что там за Квалификация была Хе-хе-хе Ну и пофиг Главное, что просто прошёл Представляем с достижением пятого уровня У меня уже восьмой Мы справились с несколькими миссиями И, что немаловажно, потеряли сносное количество рабочих Дрилкор ценит тех, кто умеет превратить обычную работу в настоящее представление Ага Сплавный модуль позволит заводам производить свармлит Дорогой обгрейд, конечно, вообще пиздец Очередь найма рабочих Позволяет задавать точки патрулирования для охранников Челчок с средней кнопкой мыши Три ближайших охранника отправятся к точке патрулирования Такая мера поможет снизить потери Это полезно Больше микроконтроля добавилось у нас Смотрел пять секунд стрима Ощущается лучше той русской игры с пауком на стене Так точно Есть ведь, кстати, еще улучшатель пулемета Ой А это миниган, да? А, это все пулеметные орудия Окей, все, что зеленые, это пулеметные Они даже по цветам отличаются А, это все пулеметные орудия А, это все пулеметные орудия Награда от сложности как будто сильно-то и не меняется На один сыр больше На два изумрудных вот этих больше Не четыре этих Можем на более низкой сложности попробовать открыть две квалификации Че там еще раз нужно сделать? Имеет 20 железа к концу контракта Достичь глубины в 300 метров на планете с мерзлотой 20 железа к концу и просто прокопаться глубоко Успешное приземление Успешное приземление Можно начинать Запрос одобрен Уже иду Приоритетная зона Считайте уже готова Давай, что-то раскалывается Ложись отдыхать Топость отмельчена Ее нужно пробудить Наступаю Наступает ночь Приоритетная зона Считайте уже готова Всем укрыться в безопасном месте Мениганы на старте не так хороши на самом деле Как будто Ну ладно Они хороши сверху, чтобы щит избивать Справиться вообще с этим? Ну, послабее, чем примет Причем ощутимо так слабее на самом деле Ночь прошла Возвращайтесь к работе Мебель надо было ставить два пулемета обычных А миниганы уже реально сверху держать Мне кажется, миниганы и не очень хороши со старта Вот, кстати, могу выбирать Тык-тык Пока пускай синяя добывает Мне платят за роду, а не за часы Вы ответили важным Я отвечу готовым Не боюсь запачкать рук Перехожу к приоритетному сектору Державью какое-то С этой лазерной установкой Блигаз, есть блигаз Идумы особенно на зону Немедленно возвращайтесь на платформу Вот бед Довольно чистенько Ну чё, червяк мешает работать Приоритетная область Я готов Не думаю особо ценную зону Жму ровно перевеш А если увольнять дворфов Они дают ресурсы за, ну Кэшбэк какой-то Давай уйти Можно выполнить Году по добыче Команда, уже почти ночь Вы отвечали важным Я ответил Чё за дом Здешняя пыль Бля, чё-то у него маленькая рейнжа Софием не нравятся Моим легким Всему персоналу Вернуться на платформу Так себе выбор Здорово, Стикикс Если внизу есть труда Я её найду Понял Жень Так раньше была плоха в автоматическом определении пути от точки А до точки Б Что-то поменялось или так же дворфы по заковулкам ходят Ещё говорили враги однотипные Что-то поменялось ПХС норм Враги Особенно на ледяной планете С разными фишками какими-то Какой-то с бронёй Какой-то твои постройки отключает По приоритетам немного есть странности Как будто было бы удобно Если бы их можно было бы выделять как в стратегиях А не просто по блокам Но в целом Более-менее норм Урон увеличивается кстати Не скорость атаки Блин, надо было построить лазер, наверное Ну хотя Хватит С какой класс я играл в драконики Я играл в драконики за все классы, которые там есть Но больше всего играл на ассасине И на гладиаторе Что, реально врываемся в драконику опять? Да, для даркинов Или как они там называются Ой, даркины это в Лиге Легенд Драконы Для драконов надо Иметь прокачанного человека Я в Рагнарок играю недалеко от драконики Да, мне даже коллаба была в свое время В драконике есть танж Посвященный Рагнароку Огромный О, нет, Лена на русской пиратке Что, где надо? Мы в последний раз на стимовской версии играли На живая стимовская версия живая Внимание, настала ночь Просто с ней перебои бывают разного характера Так, где у нас слабее? Слева или справа? В принципе, одинаково Но справа быстрее стрелять начинает Я, наверное, пока лазерную станцию возьму Пора речь Понял Немедленно возвращайтесь на платформу Стимовская, да, баланс везде Это правда Русские пиратки мрази? Нет Русские пиратки норм Я все время даже рекламировал пиратку русскую Приролом в ролике Там проблема, короче, русской пиратки Из-за чего мы в прошлый раз на ней не играли Ну, помимо того, что там экономика в пизде Плюс-минус должна быть В отличие от официального сервера На официальном сервере, что заебись Там экономика Супер хорошая Там можно абсолютно без доната играть И чувствовать себя потрясающе Но из-за того, что я хотел стримить В том числе То я не мог этого делать на пиратке Потому что владельцы стимовские Ходят и кидают страйки за это Вот они, мразь Блей, бэтресов На самом деле надо кого-то уволить, наверное Уволен В скобочках мертв Да, в стиме без русского языка версия Тоже такой существенный минус довольно Разрабы, драконики, билай, контора Так они даже не разрабы Это просто какие-то уёбки, которые выкупили права и всё Гравити и рагнарок Стримеров банили пару лет назад Это ещё и сейчас вроде уже всё безопасно В русской даже русская озвучка есть Ну там такая озвучка, там мало её на самом деле Там в целом диалогов мало озвученных Чел, который стоит и говорит Ах, как же скучна жизнь без пива Ну ладно, это моя любимая фраза Ха-ха-ха-ха Это давно уже надо было качнуть А чё-то забыл Попробуем в русскую ещё раз Зависит от того, сколько мы хотим играть Потому что в прошлый раз была серьёзная проблема с тем Что кто-то играл мало, кто-то играл много И тут если влетать, то надо прям пачкой И, ну, плюс-минус одинаково играть по часам Чтобы можно было данжики одни и те же играть и всё такое Там соло нельзя Ну, на вот как раз таки официальном сервере, где мы играли Из-за того, что там баланс в пизде полнейший Прям тяжело было в некоторых моментах То есть те данжи, которые раньше даже соло проходились Они там не проходили соло Там вообще настолько ебанский баланс был То, что у тебя открывается актуальный данж, который ты должен ходить Но из-за того, что игра на ваншотах держится и прочь хуйнее Тебе приходится фармить данж предыдущий Тоже такой кринж Как там на русской... Ну, не знаю, там типа от сервера к серверу Зависит, как ещё забалансили На русской пиратке мне не нравится Обилие своего какого-то контента По-моему, на русской пиратке даже драконы были вырезаны Как раса Я не знаю, вернули их в итоге или нет Типа они сказали, ну... Драконы такие балансные Поэтому вместо того, чтобы их забалансить, мы их удалим Но предметы на них будут выпадать, потому что они дорого продаются неписям Ха-ха-ха Это просто, блядь Колхоз-колхоз Кайф игра? Да, игра кайф Ну так, кстати, миниган реально моментально броню снимает Если хотите куда-то влетать, можете пошерстить, например Чё там поменялось по балансу на... На официале? Если там никаких балансных правок не было, то там, ну... Наверное, не стоит играть Хотя, ебать, у меня там предметы Опа, улучшатель пулемётов Спасибо, боже Вот раз Сирус сам постучал к тебе или как-то по старым контактам По новым контактам По новым связям, по новым контактам Так что, да, кто хочет вовк катиться, друзья Как раз об этом мы можем как разговариваем Можете вкатиться вов Вов Сирус А чё они так бурить хорошо начали? Я чё-то понять не могу Улучшатель пулемётов повышает частоту атак всех пулеметных орудий А на сколько? Как узнать на сколько? И он может быть не один? Возможно, я поторопился брать этот апгрейд Пара пушек была бы точно сильнее Так кто его знает? Как будто не так плохо Можно, в принципе, в фул пулемёты пойти О, найс Я до сюда дострелять не могу А он может По 5 урона наносить И подскажешь гуд заведение в Питере, которое ты посещал? О, бар Лебовский Прийти туда выпить белые русские на солёной карамели И кайфануть от самого вкусного коктейля в жизни Бар Брик можно неплохо перекусить Выпить Крэнк-пиццерия, если хочется какой-нибудь всратой гиковской темы необычной Местная лавка, если хочется самых вкусных бургеров в жизни Парк 300-летие Если хочется погулять в парке, хорошая погода будет В манеже разные выставки Надо смотреть, что там конкретно сейчас идёт Идёт ли хоть что-то Не канон-бар прикольный такой, да Там не очень вкусные коктейли Но там очень вкусный бургер с рваной свининой Из последнего, вот мы недавно нашли место Джеки Чан Очень кайфовое Если туда ночью прийти, прям кайфово, когда народу мало Очень вкусно, вся еда классная Посещал злодейский бар Или он же, или он не в Питере Честно, сколько шортсов не видел по злодейскому бару Ни разу не возникло желания туда прийти Из того, что я видел какие-то супер некомпетентные бармены Какая-то супер дешёвая алкашка Так что не Давай-давай, съёбаемся Ух, успели вроде все, да У меня нету красных штук вообще Ой Меня позволили работать в кафе по сериалу Friends Что скажешь о нём? Ни сериал не смотрел, ни кафе не знаю Поэтому ничего не скажу Бля, как печально, что я не могу ничего купить Это прям очень плохо И кочным тоже ничего не могу толком Давайте вот так На тоненького придётся как-то проходить Что произойдёт, если раскопать размороженного монстра Он сразу умрёт Но если ему дать оттаять, он тебя сожрёт Ну пулемёты прям ебут Минигам плюс пулемёт Вообще-очень сильно Вот это мне не нравится Единственное что Видимо, если скорость рабочих будет снижена На следующую волну, да Какой шрифт на погрузчика лучше из рора С каким тебе комфортнее играть Оба хороши Мне альтернативный нравится Обычного больше урона, но он как будто в начале Вообще-то супер неприятный Пиздец, по этой штуке ещё хуй попадают мобы Точнее, не мобы, а турели Вот, вы видели, как эта хрень себя ведёт Если внизу есть труда, я её найду Приказ, есть приказ Вы ответили важным, я отвечу Готово Возвращаемся Возвращаемся Блин, у грандомёта прям вообще кайф Атака Вот эта хуйня может быть очень опасной Учитывая, как у меня мало оружия Да, ледяная планета, конечно, сильно сложнее Ну что же, ночь мы пережили Начинаем копать Шахты, я иду Шахты, я иду Приступаю к транспортировке Кстати, как тебе вообще ситком, они же такие турбунылые Типа смотришь пару серий, все остальные как под копирку Никогда не пойму этот жанр Но я думаю ситком, ситкому рози, наверное Ну на самом деле вот уже постоянно одно и то же встречается По пушкам вот это, как будто контентик плюс-минус подкончился в игре То есть там много анлоков, но они так долго открываются сейчас Так Чё надо Миниганчик Наверное Не бать, эта штука замораживает обратно блоки Это неприятно Пас, ёбам Всему персоналу этих нет Фига замедляющий лазер, not bad прям Фига замедляющий лазер И вообще без стрелков, кстати, играю на этой планете Это как будто норм Как будто можно поставить парочку установок, которые фигарят мобов И вообще не вспоминать о атакующих юнитах Ситкомы, да, ситкомы, мне кажется, это прикольная тема, короче Если тебе нужно прям вот на долгосрок что-то смотреть В ситкомах, я думаю, очень сильно можно успеть раскрыть героев Куча какого-то бэкграунда и всё такое Ну если это не какой-то прям совсем тупой ситком Типа там букинов каких-нибудь Духуню надо прям обязательно строить Увы Тут такая лёгкая порода на старте И потом такая невыносимая в конце Так, не торопимся Сейчас главное не проебать Почему бы самому не вести интересную повседневную жизнь Если смотреть ситкомы Я надеюсь, что это не серьёзно И я отвечать на это не буду Ай, бля, прощай А нет, не зацепило Кажешь, что он только головой дамажит Бля, я так и не вытащил уголь Мне нужен уголь Ух Давай Найс, успел Успеют А, он когда его касается Просто бросает ресурсы и улетает Окей А сейчас его не убьют? Нет, всё-таки башкой убивает Но проверить надо было Команда, уже утро Давайте успеем как можно больше Мне плачут Бля, только 150 метров Носильщики одного убили Надо же копить на новый уровень бурения Очень много активных слотов свободных Считайте уже за слово Сступаю Батл Рейд Рейд Роял и так здорового человека Сам в себе был Супервайф видел, даже играл Выступает ночь Шахты, я иду. Пармон занечем. Не боюсь закопать их рук. Розу истлечь. Всему персоналу вернуться на платформу. Неет. Гот. Потому что он здесь этого чупсика замедляет, не играет ли на руку. Доброе утро. Область отмечена. Её нужно пробувить. Не чувствуется, что я быстрее копать стал. Чем больше минерал, тем больше мой конус. Шахты, я иду. Приказ, есть приказ. Перехожу к реалитетному сектору. Блин, нам ещё надо такую же глубину спускаться в этом ране. Клинар, через актер. Это жутик. Один чел почему-то всё равно сдох. А так хорошо начиналось. Какой дешёвый апгрейд. У меня тут новые спаты появились так-то для пушек. Так что я лучше их сделаю. Кипа, это штука жирная. Просто безумно жирная. Блин, всё равно никто не достреливает сюда. Это кошмар. Ну чё там? Рассвет. Всем вернуться к работе. Ах ты! Я иду. Начинаю проходку. Опасть отмечена. Её нужно пробудить. Новый семь. Новая шахта. Реалитетная область. Я готов. КПВ труду тяжёлый, но честный труд. В этом свитере золотая звезда. В этом свитере золотая звезда. Начинается ночь. да блин куда ночь не только копаться сел а тут как будто цикл дня и ночи он длиннее не становится биоохрана где нет ее дрова маскарпик тут без забилки ну ладно у меня всего одна белка не так уж и страшно найс а нет вообще от страшно я понялись будут до бесконечности сидеть ай беля придется удалять лазер замедляющий бля жаль пара в шахту очень блять вот мне бы его тогда и пришло можно было бы ничего не удаляет но я был случай там было ивент без гаджетов и и и и и и и и и ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Готов копать! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что внизу заперло? А, реально. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А я им не могу ничего сейчас делать. Я им не могу управлять. Забавно. Надеюсь, их не съест червь. Че могу сказать. А, я могу сделать вот так. Ладно, нет. Не будем ломать. Хотя... Ладно. Чильте. Может, успею сломать его? Найс. Нет, 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 нет. Не по прямой. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Если внизу есть... Труда, я ее найду. Дехния пыль совсем не нравится. Стряжение готово. Заваливаемся. Нет, можем отменить. Носильщика надо одного. Стряжение пыль. Вы добываете? Я доставляю. Топасть отмечена. Ее нужно пробудить. Так, ага. У меня нет места. Шпуку на скорость атаки надо будет тоже качкнуть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА У-м! 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 У- У-м! ну что же мы успеем пробурить думаю недолго сопи печал пока челы соберутся собирать еще много может одного бричка убить 1 2 3 4 5 6 7 7 резов на земле 8 считайте уже готова а че он стоит ступит реалитетная зона считайте уже готова пара резов осталось но они не супер важные начнется завтра утром и в и и пошло дело под бафами ну прям вообще ставки доходят еще два раз так спуститься может даже больше нам потому что надо 20 железа концу забега иметь интересно там просто ну да и на конце эти камни помогут мне заработать на жизнь хорошо полетела по рессам 14 3 следующий апгрейд стоит плюс на саму постройку надо еще затратить будет рессы отмена здесь не бурим здесь срочно бурим успели мне больше не дали новых спотов для строительства проверить что-то дали кстати и и и что-то забавал замороженные турели на еще страшно хорошо пора вылечим вот это блять супер не нравится мне что я вижу нахуй и пожертвовали одним челом ничего страшного бля закапывающиеся блоки это неприятно дневная способность позволяет ослаблять защиту блока в радиусе действия что ускоряет их разрушение очень хорошо пробуем более область конечно область не очень большая так точно и и и Ну не, эту игру я бы очередным плагиатом не назвал бы. Тут только концепт схожий, но они прям совсем разные. Так, дебаф на рабочих. И три тут подрока. Считайте, уже готово. Реалитетная зона? Считайте, уже готово. Реалитетная зона? Реалитетная зона? Откатывается пару раз за цикл бурения. Реалитетная зона? Реалитетная зона? Реалитетная зона? Реалитетная зона? Пошло добро. так ну как будто вообще без проблем проходится волны на киви с кожурой супер нормальная тема у меня батя когда я супер мальцом было ела вот так она прикольная кислая становится да мне тоже начал по ушам бить звук бурения а а а а а а а а а я продолжаю устраивать уроном когда мне надо качнуть просто скорость копания уже хочется чтоб все в лазерах было и 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 Андрейс, базарь попроще, пожалуйста. Уже иду! Не надо писать костюмичан, ты чё, ебанулся? Блядь опять чел вылез, ой блядь. Это очень плохо. Если внизу есть труда, я её найду. Почему турель не стреляет? Окей, минус 3. Не боюсь запачкать рук. Надеюсь, они не умрут. Чё у нас там осталось? Раз, два, три красных. Блядь, дохуя ресов осталось. Но я думаю, надо двигать дальше. Так, пора нанимать носильщика. Турельщика. Турельщика. Заставляю для компании. Я уж только мне ещё не бафаю. Возвращайтесь к работе. Эх, столько резов. Ещё одного носильщика. Не боюсь запачкать рук. Готов таскать тяженькие. Реалитетная зона, считайте, уже готова. Идём особо ценную зону с буром наперевес. Сначала рою здесь. Как будто красных уже много, можно синие создавать. Первая очередная задача. Идём. Чем больше меня, чем больше мой бонус. Э, почему крестик висит? А, типа, брать не брать. Можно выполнить квоту по добыче. Отсылка принята. Бля, улучшатель взрывчатки надо было взять. Чё я затупил так? Чё я так жёстко затупил? Ну и что, взрывчатка. Да и, в принципе, можно будет здесь тоже заменять под взрывчатку что-нибудь. Ну, с другой стороны, я могу просто качать пушки. Чё я сюда далеко долетел? У них столько хп много. Уже утро. Давайте успеем как можно больше. Значит, неспособности будут недоступные. Я думаю, это не сильно страшно. Ох, держитесь. Кравмы и минералы. Окей, супер апгрейд бура. Поехали. Обость отмечена, её нужно пробулить. Перехожу к приоритетному сектору. Нужно выполнить квоту по добыче. как меня морозить ура эта штука уже прокачанная как будто не хочется сносить как дешево скорострель скачается как дешево скорострель а ночные способности только на следующую волну не будут доступны можно было наверно в казарную вложиться генерал тем больше чем больше минерал тем больше свой бонус чем больше минерал тем больше свой бонус как у меня уже хватает угля у меня уже хватает угля на самом деле на следующую локацию есть какой-то вообще лимит по глубине максимальной или нет так что надо выкопаться отсюда забыл про способность дневную индустрии шахтера да как они сдохли еще не заметил даже там сборщики походу подохли интересно можно платформу full в такие лазеры застроить чтобы она выносила все и и и и и и и и и о как вот такой сканер поэтому как то менее схематично будет подсвечивать если честно бега так много угля здесь и понять не могу вроде не больше пяти зданий одного типа реально ну даже если так то можно ракетные и лазерные ставить это последний шлейф надо подумать что сюда поставить а нет открылись новые когда full застроил прикол и и и и и и и и так можно опять красный производить и 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 Не знаю, как будто с этого момента у мобов просто нет шансов меня убивать. Хотя, наверное, с учетом того, что у меня все еще миниганы и пулеметы всякие доминируют. Рано или поздно, наверное, начнут. Давайте успеем как можно больше. Область отмечена. Ее нужно прогулить. Носильщики не справляются. Надо им качнуть скорость бега просто, наверное, 8,2. Думаю, тогда будет все окей. Продъектр, уже иду. Мне платят за роду, а не за часы. Не боюсь запачкать рук. Все, наверное, с этого момента копим 20 железа и выходим отсюда. Но дроны прикольные. Они сейчас успевают несколько... Ну как, три раза их проткнул. Их же не разъебет паук? Ой, паук. Червяк. Как будто лазер, можно виничку вообще не нажимать уже. Я думаю, что я зажимаю энтер. Убуримся ниже. Может, просто продать здание и будет вать железо? Вообще, тоже можно так, да. Если внизу есть труда, я ее найду. Мы сейчас все равно будем копать. Типа метавалюту, которая на поверхности. У нас со старта уже два угля. Интересно, это с прошлой локации перенеслось или нет? Продолжение следует... Да, продать сейчас будет проще. Так, а что можем продать? Бам. Бам. Вот железо, глубина 300. Полетели. Утверждаю приказ о слиянии ядер. Всем спасибо. Спасибо, Лейтер, за ресап. Ресапом тебя. Долгий забег прям. Вообще жестко долгий. В игре сейчас всего два биома, интересно, или нет? Проект Глубинная мелодия завершен на планете Гармония. Операция на планете Гармония завершена с успехом. Дрил Колор выполнила задачу по изменению частоты колебаний ядра планеты. Но это все неинтересно читать, вот эти все записки. Можете мне их не присылать каждый раз. Улучшенная система запросов на рабочих позволит создавать очередь найма рабочих. Так дорого за... Не то чтобы прям... Такую крутую фичу. Небольшая модификация заводов позволит им накапливать ресурсы. Это как будто неплохо. Не знаю, вот с этого момента как будто игра уже все понадоела. Плюс-минус типа одно и то же. Открывать вот только новые постройки какие-то. Периодически ведет обстрел из пулемета по ночам. Видимо точно такая же тема как лазеры и ракеты, только пулеметная. То есть скорее всего она аффектится от своей бафящей установки. Технология расы Белина. Бастион принимает на себя 50% урона направленного на ядро. Но утром он самоуничтожится. Можно ставить только одно такое здание, а продавать его нельзя. То, что он утром уничтожится, как-то так себе. Добиться, чтобы уровень здоровья ядра к концу контракта составляла не более 20%. Соорудить не менее 6 этажей во время контракта. Ебать. Полностью улучшить во время контракта не менее 5 уровней. Ебать, это еще и анлоки такие жесткие. Достичь глубины в 500 метров. Ну вот это наверное да, около, около капа. Прикольно то, что можно с разных уровней брать квалификацию. Видимо достаточно одну только открыть. Полностью улучшить 5 орудий. 15 орудий. КОНЕЦ